Вот перед вами куст крыжовника. Как и все плодовые ягодные кустарники, крыжовник нуждается в ежегодной обрезке. Цель обрезки это удаление старых непродуктивных ветвей, прореживание куста и удаление слабых, сломанных, растущих внутрь побегов. В отличие от черной смородины, у крыжовника и у красной смородины, ветки мы не укорачиваем, поскольку он плодоносит на вот таких молодых ветках. Если ветка уж очень сильная, иногда бывают ветки практически до метра, можно где-то четверть или треть ветки обрезать. Но это исключительный случай. Одна-две ветки. Вот, например, посмотрите, вот у меня ветка, она просто выходит за придероглые кроны крыжовника. Вот я ее вот так вот обрежу. Куст крыжовника должен состоять из где-то 8-10 веток разного возраста. Вот посмотрите, вот ветки молодые, это прирост прошлого года, они вот такие светлые, кожица на них натянута ровно. Вот это уже двухлетняя ветка, она намного темнее, кожица у нее уже такая немножко морщинистая, чуть-чуть как бы шелушится. Вот это ветки уже более старшего возраста, они темные. И вот ветки уже совсем старые, это где-то 6-7 летние, они практически черные. Если вам надо укоротить ветку, допустим, вот она очень растет неудобно, укорачивайте ее, не обрезая вот так вот годичный прирост, а перейдя рост на боковую ветку, которая растет ближе к основанию. Вот так вы обрезаете. Эта боковая веточка должна расти так, как вам удобно, чтобы она росла или вверх, или куда-то вбок, в свободное пространство, но не вниз, иначе ягоды будут касаться земли. Вот здесь вот посмотрите, у меня две ветки. Вот одну можно вполне обрезать, вот эту вот растущую куда-то вбок, в моем случае к забору. И удаляйте слабые ветки. Вот, допустим, вот эту, она растет вверх, рост у нее слабый, цветочных почек на ней практически нет. Вот так вот обрезаете потихонечку веточки. Еще хочу вам показать, как определить, какую ветку оставить, какую вырезать. Кроме цвета коры, можно посмотреть прирост на этой ветке. Вот ветка довольно-таки молодая, вот она со светлой корой. Вы видите, прирост у нее практически 80-70 сантиметров. Вот он, вот он, да, до какого расстояния от ветки. Такие ветки вы оставляете, это ветки молодые и довольно-таки продуктивные. А вот другая ветка, вот вы посмотрите, у нее прирост, вот, буквально 5-6 сантиметров. Эта ветка уже в возрасте, а урожая на ней уже практически вы не соберете. Что вы можете собрать вот с этих вот побегов однолетних? Ничего. Ваша ветка только загущает куст. Эту ветку вы вырезаете у самого основания. Или спиливаете, или секатором срезаете. И это стимулирует рост нулевых побегов. Что такое нулевой побег? Это молодой побег, растущий не с ветки, а прямо из земли. Это ваша будущая скелетная ветка. Вот у меня скелетная ветка, выросшая из такого нулевого побега. Вот видите, она светлая, высокая. И на ней большое количество однолетнего прироста. То есть она выросла в прошлом году. Я ее укоротила. То есть нулевой побеги вы обязательно укорачиваете. Где-то на треть, на четверть, иногда даже на половину. В зависимости от ее прироста годового. Эта ветка дает вам разветвление. Из нее получается новая скелетная ветвь. Ну, кроме того, вы обрезаете у крыжовника и пониклые ветки, которые практически касаются земли. Поскольку они будут плохо опыляться, ягоды будут на них плохо проветриваться, поражаться сильнее и болезнями, и вредителями. Вот такие ветки вы тоже вырезаете. Смысла подкладывать, вот некоторые ставят такие заборчики и поднимают ветки, я особого не вижу. Все это делается обрезкой, чтобы ваш куст проветривался, а не лежали ветки вот на таком ограждении. Вот так вот вы весной или поздней осенью обрезаете свои кусты крыжовника.